Друзья, всем привет! Вы на канале Оля про Германию, и сегодня мы поговорим про транспорт в этой стране, как он устроен, сколько это все стоит, где купить билеты, и самое главное, обсудим особенности немецкого общественного транспорта. Но прежде чем мы начнем, обязательно проверьте подписку на этот канал, чтобы не пропустить будущие интересные и полезные выпуски про Германию. Итак, сеть общественного городского транспорта в Германии строится в основном из четырех видов транспорта. Первое, это городские электрички, которые ходят по верху и обозначаются буквой S. Второе, это метро, которое в Германии ходит как под землей, так и над, автобусы и трамваи. Причем в Германии, особенно людям, впервые приехавшим в эту страну, очень легко спутать метро, которое может ходить над землей и трамваи, потому что поезда выглядят практически идентично, и в большинстве городов ходят по одним и тем же путям. Останавливаются на одних и тех же остановках, а иногда на этих остановках останавливаются еще и автобусы. То есть в некоторых местах для автобусов не делают отдельные какие-то остановки, и они заезжают прямо на трамвайные пути. По моим сведениям, только в четырех городах Германии пути трамваев и метро не пересекаются. Это Берлин, Гамбург, Мюнхен и Нюрнберг. Стоимость проезда на всех видов транспорта одинакова, и билет, купленный в каком-то определенном виде транспорта, распространяется на все его виды. Стоимость проезда зависит от многих факторов, и первый из них это город. Что примечательно, так это то, что в Берлине, как в столице, не самый дорогой проезд, а одним из самых дорогих городов по стоимости проезда является Гамбург. Помимо этого, большие города в Германии еще разделены на зоны. Если посмотреть на примере Дюссельдорфа, то он разделен на четыре зоны. Это зона А, Б, С и Д, которые различаются между собой по удаленности от центра. То есть, самая центральная зона это А, которая включает в себя практически весь город Дюссельдорф. И в зависимости от удаленности от центра, билеты становятся дороже. Также стоимость билетов зависит от его вида. Например, в Дюссельдорфе мы имеем несколько видов билетов. Первый, самый простой билет, это одноразовый билет, и его стоимость в зоне А составляет 2,9 евро. Не самая маленькая цифра, правда? Если же вы планируете несколько поездок в течение какого-то определенного времени, то вы можете купить проездной, и это будет уже гораздо выгоднее. Например, проездной на один день по Дюссельдорфу обойдется в 7,20 евро. Проездной на два дня 13,70 евро. Также здесь можно приобрести недельный проездной и проездной на месяц. Проездной на месяц по Дюссельдорфу стоит 79,20 евро. А проездной на месяц по Дюссельдорфу с некоторыми бонусами, позже расскажу, что они дают, стоит 89,25 евро. Также в Дюссельдорфе можно купить групповой билет на 4 человека или на 10 человек. Его можно использовать также и на одного человека, но на несколько поездок, на 4 и 10 соответственно. Месячный проездной, который стоит чуть дороже, дает ряд бонусов, и один из них – это возможность провозить с собой после 7 часов вечера в будни и полный день в выходные одного человека бесплатно. Где же приобрести билеты? Во-первых, билет можно купить на трамвайной остановке или остановке метро в специальных билетоматах. Во-вторых, его можно купить прямо в транспорте, в этих же самых билетоматах. Заплатить за него можно как картой, так и наличкой. Главное – не забывать компостировать бумажные билеты, иначе, если вы забудете это сделать и будет проверка, то обязательно впаяют штраф. Автоматы для компостирования находятся также внутри автобусов, трамваев или метро, либо на станции, если мы говорим про электричку S. Также билет на общественный транспорт можно приобрести через приложение. И если мы говорим про Дюссельдорф, то здесь мы пользуемся в основном двумя приложениями. Это приложение VRR и приложение Rheinbahn. Кроме покупки билетов, очень удобно, что в этих приложениях можно посмотреть расписание движения транспорта, на каком транспорте и куда вам доехать. На остановках общественного транспорта в Германии вы обязательно встретите схемы движения транспорта, схемы расположения зон города, про которые я говорила в начале этого видео, расписание транспорта, а также электронное табло с ближайшими прибывающими на эту остановку рейсами. Между городами Германии тоже хорошо развита транспортная сеть, и здесь ходят несколько видов поездов. Первый вид – это региональные поезда RE, а на большие расстояния можно доехать высокоскоростным с поездом ICE. Эти высокоскоростные поезда также имеют остановки и в близлежащих городах, но стоят на порядок дороже, чем региональные поезда, поэтому если вы едете куда-то недалеко, то гораздо экономнее будет воспользоваться поездом RE. Если говорить про проездной по Дюссельдорфу на 30 дней, тикет 2000, который стоит чуть дороже, то в этом случае он дает еще один приятный бонус – это бесплатный проезд в пределах всего того региона, который вы сейчас видите на карте, в будни после 7 часов вечера и в выходные целый день для двоих человек, а в эту зону, как мы видим, входит немало близлежащих городов Дюссельдорфа. Кроме того, по этому проездному вы можете получить еще и скидку на поезд в города земли НРВ. К примеру, поезд в одну сторону на одного человека из Дюссельдорфа в Кёльн вместо 15 евро 40 центов вам обойдется всего лишь в 6 евро 80 центов. Эта система скидок не может не радовать и позволяет достаточно ощутимо экономить на проезде. Помимо этого рассмотрим еще несколько особенностей общественного транспорта Германии. Конечно же, одна из таких особенностей это немецкая пунктуальность, которая касается в том числе и общественного транспорта. Насколько я заметила, весь общественный транспорт здесь ходит строго по расписанию. В метро Германии, как и во многих других городах Европы, вы не найдете турникетов. Но это не значит, что можно надеяться на проезд зайцем, ведь достаточно часто в Германии устраиваются проверки билетов, и если вы попадетесь, то мало вам не покажется. Насколько я знаю, штраф в общественном транспорте за проезд без билета составляет 40 евро. Кстати, столько же составляет штраф и за имеющийся у вас билет, но тот, который вы забыли прокомпостировать. Еще очень удобный момент, который я здесь заметила в трамваях и метро, это выдвижные ступеньки. И если платформа, на которой останавливается трамвай, находится не на уровне с транспортом, то ступеньки обязательно выдвигаются, чтобы пользователям транспорта было удобнее подниматься. Ну что, ребята, теперь ваша очередь делиться в комментариях. Пишите, было ли вам полезно это видео, что нового узнали, и если у вас есть какая-то дополнительная информация, обязательно делитесь ей со зрителями этого видео. Особенно, если вы живете в других регионах Германии, обязательно делитесь, какие цены и особенности общественного транспорта у вас. Давайте попробуем создать с вами под этим видео некий информационный портал для людей, которые собираются поехать в Германию и ищут информацию по проезду в этой стране. И, конечно же, я не устаю вас приглашать подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные выпуски. Все, увидимся в следующих видео.